Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий, и сегодня мы поговорим о гигантском монстре на нашем участке. Я надеюсь, к концу этого видео мы с вами разработаем стратегию борьбы с большим слизнем, с испанским слизнем и виноградной улиткой. Пока подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, ставьте лайки, а я продолжу. Вы посадили на своем участке зелень, петрушку, укроп, да все что угодно. Все только-только начинает прорастать, на утро вы приходите, ничего нет. Некоторые грешат при этом на муравьев, однако муравьи ночью не активны, а исчезновение всей этой зелени и свежих ростков происходит именно ночью. Огромные, величиной с небольшую змею, большие слизни и их сородичи, испанский слизень, который сейчас все больше наступает на наши участки со стороны Европы. Как правило, он завезен по названию испанский слизень. Ну и, конечно же, виноградная улитка. На некоторых участках их очень-очень много и справиться с ним очень и очень сложно. Большой слизень, он же большой придорожный слизень, может испортить настроение любому садоводу. Но и сейчас, осенью, что самое главное, эти предатели могут портить собранный нами урожай. Вы собрали хороший урожай тыквы, кабачков, положили их на хранение у себя в подвал. Ну что же, слизень просто нарушит вот эту защитную корочку и тот же кабачок за неделю просто сгниет. Ох, а как этот слизень может испортить урожай картофеля? Остается просто одна корочка с пустотой внутри. Но держу пари, что даже погрызенные этими ползучими клубни не доставят нам удовольствия при их приготовлении. Методы борьбы со слизнями и виноградной улиткой сводятся, естественно, к химическим с помощью химических препаратов. Физическим – это различные ловушки и сбор руками, конечно же. Ну и биологически – это использование различных врагов природных для этих существ. К коим относятся, ну непосредственно, если говорить о нашей местности, это ежи. Привлекайте их на свой участок никогда, не прогоняйте, не ущемляйте. Они очень хорошо живут в каких-то кустах, густых зарослях, в свежем компосте или скошенной траве могут делать свои гнезда. Поэтому всячески их оберегайте. Также жабы, также лягушки и даже жужелицы. Да, вот эти черненькие жужелицы, которые очень хорошо уничтожают яйца, слизни и виноградные улитки. В некоторых странах для этого выводят специальные виды насекомых, которые отлично справляются со слизнями даже в масштабах фермерских хозяйств. И стоит это очень и очень дорого. Ни один из этих методов по отдельности не избавит нас от прижившегося и окрепшего слизня на нашем участке. Всегда необходимо действовать всеми доступными средствами. Итак, приступим к борьбе со слизнями на нашем участке. Первое, что всегда нужно делать, это следить, конечно же, за органической чистотой на нашем участке. Убираем всю сорную растительность, естественно, окашиваем. Никакой густой травы, зарослей, сорняков не должно быть, особенно вдоль наших грядок. Можно разложить по периметру своего участка своеобразные ловушки. Это некие плоские предметы. Что это может быть? В сухую погоду это картон, это ненужные куски, фанеры, ДВП, ДСП. Да что говорить, досок. Что самое интересное, можно даже использовать декоративное украшение. Допустим, вот эти всем известные гномики с плоским основанием. Однако, под все это необходимо внести гранулы химических ядов, известных нам как моллюскоциды или улиткоциды. Культуры, урожай с которых вы не собираетесь еще пока снимать в течение нескольких недель, защищать можно, посыпая гранулы непосредственно в области ствола, при этом прикрывая мульчой. Это будет идеальная ловушка для этих ползучих гадов, слизней, виноградных улиток. Ну а теперь ловушки. Конечно же, из-за развитого обоняния у слизней идеально использовать пивные ловушки. Мы можем любую тару, даже срезанный низ у полиэтиленовых бутылок, срезать, наполнить слегка на одну треть пива и поместить, вкопать вровень с землей по периметру участка. В таком случае слизень, естественно, туда упадет и уже не выберется. Отличнейшие, проверенные на деле ловушки. Все это работает. В любом случае, вы должны понимать природу поведения слизней. В идеале вы должны найти место, где они особенно развиваются и размножаются. Найти это, в принципе, просто. Везде, где они ползают, они оставляют за собой след из слизи. Если же они уже отравились гранулами с ядом, то в процессе погибания они выделяют слизь еще более обильно и эти дорожки проследить еще более реально. Что же делать с теми особами, которые вы собрали? Их можно просто поместить в какую-либо довольно плотно закрывающуюся емкость. Туда можно налить воды с любым моющим средством, допустим, средством для мойки посуды, либо мылом. И по окончании сезона всех этих собранных слизней и виноградных улиток утилизировать как обычную органику. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь, если еще этого не сделали, ставьте лайки и развивайте себя.